У нас была такая история, кто-то из Алтайского края из ребят подключался на южный себе вебинар, но ничего, на самом деле у нас помимо информации о урожайности подсолнечника и кукурузы, достаточно много информации по рынку и по спецпрограммам, которые доступны земледельцам, в помощь, в том числе и финансовую, поэтому не лишнее подключиться. — Главный вопрос, что по себе нам подсолнечника будут. Сергей, ждем как себя. Вы читали, наверное, Минсельхоз объявил, что, кстати, давайте затронем эту тему немножко, пока ждем остальных, что квоты будут выданы в декабрю месяцу, поэтому мы их очень активно ждем со своей стороны, ведем активное взаимодействие с Минсельхозом, создаем совместное предприятие, в общем, по пути локализации идем полным ходом. И поэтому очень-очень сильно ждем наш драгоценный подсолнечник. Так, и давайте тогда начнем, коллеги, уже 9.02, 9.03 почти. Начинаем. Сначала еще раз представлюсь. Меня зовут Архипов Кирилл. Я являюсь руководителем маркетинга семенного подразделения компании «Сингента». Вы присутствуете сегодня на традиционном вебинаре «Результаты урожайности 2023» по региону Сибирь и Дальний Восток. Это традиционное мероприятие, которое мы делаем в конце сезона. Мы делимся с сельхозпроизводителями результатами сезона, рассказываем про наши новые программы, сервисы, то, чем мы можем помочь сельхозпроизводителям, учитывая специфику сезона. Об этом мы еще поговорим. Да, и давайте начнем, чтобы долго не затягивать. Информации много, постараемся быть структурированными. И начнем, наверное, с рынка, да, собственно, в какой ситуации мы сейчас находимся. Папак, рыночные условия в сезоне 2023. А, забыл очень важную вещь, коллеги, сказать. Смотрите, по навигации. Мы так часто проводим уже третий вебинар, и немножко информация замыливается. У вас есть возможность писать в чат. Чат мы с вами уже освоили благодаря перекличке. А есть еще вопросы и ответы. Вот если вы хотите задать вопрос, и точно, чтобы мы его не потеряли в чате, хотя такое случается редко, пишите туда вопросы и ответы. И дополнительно, естественно, да, пощадите немножко спикеров и команду, которая поддерживает, собственно, функции вопросов и ответов. Мы всегда рады обратной связи. Пишите туда конструктивные и так далее. Единственная просьба – не допускайте спама. Вот. Ну, обычно у нас его и нет. Но вот за пять лет всего лишь единожды мы с этим столкнулись. Но теперь каждый раз предупреждаем. Окей, хорошо. О, еще вижу Сибирь, Оренбург, Павловск, Сибирь или Павловск. И начинаем с рыночных условий. Давайте так. Конечно, сельское хозяйство, как и любой бизнес, он создается для того, чтобы зарабатывать деньги. Более того, он еще и несет с собой гуманитарную функцию. Когда мы смотрим на экономическую ситуацию в любой индустрии, в любой сфере, что нам нужно понимать? Нам нужно, с одной стороны, понимать производство, то есть сколько продукта доступны на рынке, и, с другой стороны, какое его внутреннее потребление, его структура и так далее. Также, как вокруг этого всего ядра есть оболочка, это государственное регулирование, и еще чуть больше, это как обстоит ситуация на мировых рынках. Поэтому предлагаю посмотреть несколько графиков, довольно простых, по поводу баланса зерна, масличных и так далее. И мы плавно перейдем потом к ценам, и какие у нас есть ожидания по ценам. Вся информация у нас предоставлена официальными источниками, нашими партнерами, аналитическими агентствами. Вот, например, текущий слайд – это синтез Росстата и компания Икар. Собственно, о чем он нам говорит? Когда мы смотрим на ключевые показатели баланса зерна, мы видим, что переходящие остатки, которые были в 2023 году, 25 миллионов тонн, они немного снизятся до 18, но все еще остаются высокими. И высокое производство внутри страны оставляет нас в условиях такого богатого урожая. Как говорим, в сельском хозяйстве у нас есть две беды – урожай и неурожай. В текущем случае у нас довольно большое предложение, и в то же самое время в правая часть графика у нас и высокое потребление. Потребление мы включаем как внутреннее потребление, так и экстрое. Соответственно, вот этот баланс, который должен всегда нам обеспечивать цену, он сейчас такой, находит точку равновесия. И понятно, что экспортная пошлина, она срезает значительную часть дохода, но в целом ситуация на рынке и стоимости зерна, она усваивается. И зерновые, там, пшеница, и потом уже масличное, подсолнечное масло, рапсовое и так далее, они являются одними из максимально привлекательных по рентабельности культуры, относительно рентабельности. Про пошлины и так далее мы, я сейчас скажу и не раз, но то, что хотелось бы сказать, у нас на сегодня нет какого-то сумасшедшего избытка или сумасшедшего дефицита сырья по отношению к спросу. Поэтому сейчас это такая точка равновесия. Ну и что касается, так, уже внутри, в структуре баланса других культур, вот вы видите пшеница, она 50% у нас где-то остается, на внутреннее потребление 50% идет на экспорт, производство и потребление также в балансе, оно растет, и более того, хочу также отметить, в условиях текущей экономики, понятно, что российское зерно, оно перестраивает экспортные цепочки и так далее. По маслу на самом деле у нас не сильно много чего пришлось перестраивать, наши рынки сбыта, конечно же, Африка, Восток, включая Китай. То есть вот это наш рынок, и, слава богу, традиционный, который позволил, собственно, нашей индустрии выстаивать в столь сложных условиях. Что касается баланса ячменя, опять же, да, вот там внутреннее, здесь у нас внутреннее потребление составляет порядка 70%, где-то 25% уходит на экспорт, поэтому цена в основном формируется именно внутри страны. И баланс кукурузы. Вы, кстати, можете заметить, коллеги, что у нас вот где-то до 2021 года порядка 30% всего лишь, там, 20% был экспорт. На сегодня экспортная часть нашей торговли и потребление, оно увеличивается. Опять же, это связано с тем, что открываются, в том числе, и новые рынки, и открывается Китай. Поэтому вот перестепенно мы переходим от конъюнктуры, только внутренне, формирующей цену на кукурузу, на более глобальную. Это, кстати, тоже очень, довольно интересный процесс, и в перспективе это прибыльно, в том числе, для слипозпроизводителя, потому что открываются рынки сбыта. И да, что хотелось бы отметить еще, мы проводим вебинары с Югом, с Центром, с Поволжьем. Конечно, Юг и Центр в текущем сезоне, даже если урожай, цена на продукцию, там, плюс-минус оставалась такой же, как и в предыдущем году по кукурузе, там, 11-11,5 тысяч рублей тонна, то в текущем сезоне урожайность, она также помогла поддержать рентабельность. Для Поволжья, конечно, мы знаем, что это территория рискованного земледелия, то есть мы и по подсолнечнику получаем меньше урожайность, чем в целом, по сравнению с другими регионами, так и по кукурузе, но в любом случае, текущий год был, там, чуть-чуть лучше, наверное, предыдущего. Темпорализация экспортного потенциала зерна, коллеги, друзья, это единственная мысль, которую мы хотели бы показать на этом слайде, что есть еще куда реализовывать экспортный потенциал. У нас есть и производство внутреннее, и рынки сбыта, поэтому по всем культурам буквально мы не останавливаем, а продолжаем свою работу на мировой арене, на Российской Федерации. Динамика экспортных цен на пшеницу, ячмени, кукурузу. Мы постепенно подходим уже к ценам, и чего ожидать. Источник информации про зерно, то есть ребята дают аналитику довольно качественно, и в разрезе многих регионов мы видим, что вот этот нисходящий тренд с середины 2022 года, он, слава богу, замедлился, и на сегодняшний момент достигается некоторый баланс. Опять же, баланс почему достигается, цена мировая упала, в том числе и экспортные пошлины, они выровняли цену финально, чтобы сдержать рост цен на продовольствие внутри страны. Вы знаете, да, там и заявление Центробанка и так далее, сейчас активно, естественно, страна борется с инфляцией, и меры вот эти вынужденные по экспортным пошлинам, они должны сдерживать там рост цен. Да, конечно, это все влияет на сельхозпроизводителя в первую очередь, потому что средства производства растут, цена в какой-то степени не меняется, это довольно тяжело, но в рамках именно страны эти меры вполне обоснованы, как бы они виделись там специалистами, занимающимися макроэкономикой. И что касается кукурузы, давайте тогда, мы сегодня же говорить больше будем про подсолнечника кукурузу, цена стабилизировалась, и мы видим, что ниже она вряд ли пойдет, то есть сейчас либо стабилизация, либо только уход на верх, улучшение рентабельности. Эксорт пшеницы с начала сезона, это, коллеги, такой общий слайд для понимания, опять же, роли России в мировом рынке сельхозпродукции. То есть вы видите, что Россия увеличивает производство и находится на первом месте среди России, ЕС, Австралии, Канады, США, Украины и так далее, Аргентины. То есть да, это огромный рынок, и, конечно же, продовольственная безопасность мира, она поддерживается, в том числе и Россией. Это важно помнить. Динамика экспортных пошлин на пшеницу, лечмени и кукурузу, это вот то, о чем как раз я говорил. Вы видите график изменения суммы пошлины, и если пойти снизу вверх, то на ячмень мы видим уже, что пошлины нет. Что касается кукурузы, пошлина снижается, ну, опять же, почему? Потому что снижается мировая цена на кукурузу, но именно благодаря этому и качели небольшие, то есть цена на сегодня порядка между 11 и 12 тысячами рублей на тонну, что сопоставимо с предыдущими периодами. Ну и самая высокая на пшеницу, и опять же, обеспечивает пшеницу и подсолнечнику максимальную рентабельность для относительной рентабельности в сельхозпроизводстве. И динамика внутренних цен на пшеницу, кукурузу, лечмень. Это практически то же самое, что я и сказал. Кстати, все графики по ценам, по прогнозам и записи вебинара вы сможете получить сегодня-завтра, когда мы финализируем сами записи. Регулирование рынка масличных в России – это то, о чем я сказал. Есть регуляция подсолнечника, сои, рапса, пшеницы и так далее. Вот подсолнечнику до 1 сентября 2024 года продлена пошлина на экспорт за пределы ЕАЭС. Стоимость тонны должна быть не менее 32 тысяч. Все, что выше 32 тысяч, потом облагается пошлиной 70%. Аналогичный подход и на шрот, на подсолнечное масло и так далее. Опять же повторюсь, мера вынужденная. Мы очень надеемся на улучшение ситуации. И когда, естественно, пошлина будет убрана, рентабельность сельхозпроизводства, она в том числе пойдет вверх. И более того, здесь же не только рентабельность сельхозпроизводства на уровне земледельца, это еще и вся переработка. У нас вот там дальше есть слайд, буквально, давайте я чуть перелесну вперед. Это расчетная доходность переработки подсолнечника, в том числе в России. То есть мы видим, как маржа и маржа переработки коррелирует с ценником на земле, на сырье. То есть там тоже идут определенные качели. Сначала переработчики испытывают серьезные трудности при продаже, при покупке сырья за очень высокую цену. Маржа схлопывается. Потом, как обычно, цена немножко разгоняется на мировом рынке или стабилизируется на внутреннем. Появляется снова маржа. То есть вот это вечные-вечные-вечные качели, которые сегодня также в том числе и тревожат переработчиков. Но пока вот что масло, что пшеница, кукуруза, они пока в балансе. Да, и прогноз производства масличных. Опять же говоря про то, что масло у нас является одной из таких... Масличные являются кормящей культурой сельского хозяйства. Да, и воловка растет, то есть сельхозпроизводитель вкладывается в масличные. И помимо подсолнечника также у нас идет рост и по сою, и по рапсу, и по другим альтернативным культурам масличным. Ну и опять же вот график цен, да, идет полная стабилизация. И то, что мы ожидаем, это будущий рост. Доходность мы с вами уже проговорили, коллеги. И давайте так, сделаем небольшой вывод перед тем, как перейти к погодным условиям. То, что мы видим по подсолнечнику и по кукурузе, ситуация стабилизировалась, и ценник мы ожидаем, что пойдет вверх. Второй момент, конечно же, по подсолнечнику рентабельность складывается более позитивно, чем по кукурузе, поэтому компания Сингента там сейчас разработала ряд сервисов, затрагивающие финансовую составляющую семенного бизнеса. Побольше про это расскажет Павел Ищенко впереди. Он расскажет, как вернуть до 50% стоимости семян сельхозпроизводителей, если не получится реализовать потенциал растений. А сейчас давайте поговорим про погодные условия, собственно, в каких условиях мы жили текущий сезон. Павел, пожалуйста, тебе слово. Пойдем дальше. Тут даже мой кот решил приступить к вебинару. Кот – это замечательно. Да. Коллеги, давайте вспомним, как выглядели погодные условия в течение сезона. У нас есть по этому поводу несколько слайдов. Они построены следующим образом. В верхней части вы увидите отклонение суммы средних температур от среднемноголетней нормы. В нижней части – отклонение суммы осадков за следующие периоды – июнь, июль и август. В регионе Поволжья, что мы наблюдали в начале сезона, в мае и в июне, достаточно прохладная погода. Вот эти вот синие пятна, они показывают, что отклонение температур было в минусовую сторону, то есть где-то на 1-2 градуса ниже многолетней нормы была погода. В принципе, это, конечно же, повлияло на сроки сева. У многих даже посевная кампания затянулась до конца июня, что мы, собственно, и наблюдаем сейчас, когда уборка, соответственно, также затянулась. Что происходило в июле? В принципе, на большей части территории Поволжья температура была чуть выше многолетней нормы. Но если взять, например, Башкирию и Татарстан, там температура, скажем так, зашкаливала, то есть превышала где-то на 3-4 градуса Цельсия среднюю норму. Соответственно, а что происходило в июле? Это, конечно же, цветение и кукурузы, и подсолнечника. Что мы потом наблюдали? Конечно же, это недовыполненные початки, плохо опыленные корзинки. Все это, конечно же, сказалось на финальной урожайности. И вот если посмотреть чуть ниже, как раз в этих территориях, Татарстан, Башкирия, там мы наблюдали сильнейшую засуху на протяжении от июня до августа. И, собственно, да, сейчас мы это ощущаем в наших бункерах и на складах. Все-таки урожай чуть ниже, чем прошлогодний. Если мы посмотрим на погодные условия в Сибирском федеральном округе. В принципе, температура была также выше средней нормы где-то на 1-2 градуса. При этом засушливые условия сложились в июне и в июле, но обильные дожди, которые прошли в августе, все-таки компенсировали вот эти засушливые условия. И сейчас что мы видим, это более высокая урожайность кукурузы, конечно же, в Алтайском крае, и чуть более высокая урожайность подсолнечника. Здесь мы наблюдаем, что как раз августовские дожди, они позволили налить тот урожай, который заложился в предыдущие месяцы. И буквально пару слов про Дальний Восток. Все мы помним эти новости про тайфуны и затопление в Приморье. Сначала, на самом деле, все складывалось более-менее хорошо. Хорошие температуры, чуть выше нормы, но в принципе достаточные для кукурузы. Но что мы видим в августе, это вот это вот синее гигантское пятно, когда осадки превышали где-то на 100-150 мм, иногда даже на 200 мм, норму. И это как раз и сказалось на той урожайности, которую мы видим в Приморье. Она где-то на 10 центнеров ниже прошлогодней по кукурузе. Вот такие вот интересные условия погоды. Конечно же, в целом, если посмотреть на страну, то урожайность кукурузы и подсолнечника чуть выше, чем прошлогодняя. Это в целом плюс. И мы сейчас переходим к блоку результатов по кукурузе. Буквально несколько слов про портфель. Портфель Сингенты на сегодня представлен во всех группах спелости. Как от самых ранних, так и самых поздних гибридов. Конечно же, локомотивом нашего портфеля является бренд Артезиам. В него сейчас входят 6 гибридов. Вы видите их на слайде. И сегодня большую часть из гибридов, которые представлены на этом слайде, мы увидим в виде наших героев и рекордсменов. Потому что то, что мы наблюдаем в этом году в некоторых полях, это просто впечатляющие результаты. И я хотел бы здесь как раз, наверное, передать слово Константину и перейти к блоку уже результатов. Павел, благодарю. Всех приветствую. Меня зовут Константин Кузнецов. Я технический эксперт по семенам кукурузы в регионе Поволжья, Дальнего Востока, соответственно, Алтайского края. И продолжим рассказывать вам про сегодняшний год, который идет и как он у нас сложился. Уже по погоде вы все услышали. Компания Сингента активно ведет изучение всех гибридов, которые вы сейчас видели на предыдущем слайде у портфеля. Их там в портфеле очень много с гибридов. Для того, чтобы понимать, куда мы конкретно можем поместить гибрид, каким образом он себя ведет в различных территориях, мы закладываем большую сеть испытаний. В этом году сеть испытаний насчитывала по России более 400 площадок. В нашей зоне вы видите, что в Поволжье, в Алтайском крае, на Дальнем Востоке их было достаточное количество. На картинке вы видите, что голубым цветом отмечены у нас точки изучаемую кукурузу на зерно и, соответственно, на зеленом на силос. Для позиционирования, для того, чтобы правильно подобрать гибрид, естественно, мы всегда собираем данные. Вам огромное спасибо всем товаропроизводителям, всем фермерам, всем нашим клиентам, партнерам за то, что вы даете возможность именно изучать эти гибриды в ваших хозяйствах, получать урожайность и транслировать эту урожайность для всех и делиться этим опытом со всеми остальными людьми, которые заинтересованы в приобретении кукурузы, компании «Сингенты». Чтобы понять вообще, в какую сторону сейчас развивается наш портфель, мы сразу можем увидеть и посмотреть на слайд с рекордами сезона 2023 года по зерну. Вот видите, что у нас здесь представлено большое количество гибридов, они все с разным фаусом, с разным направлением. По уровню урожайности Сия Беларда, видим, что в Саратовском и Сырковском районе 12,5 тонн получили уровень урожайности. Талисман 9 тонн. Сира Танга, Алтайский край, Советский район, 10 тонн уровня урожайности зерна. Си Теллиас, в Алтайском крае, в Советском районе, 13,5 тонн, мы с вами видим, по уровню урожайности достигает этот Си Талисмана, не предел. Си Феномен, который нам всем известен, наш любимый нами гибрид, Саратовская область на Марском районе, на Орошении, почти 13 тонн зачета. И обратите внимание на его уровень влаги при уборке, 20% при уборке в конце сентября. В принципе, для этой зоны это отлично. Си Амбадор, Саратовский область, Марковский район, 128 центнеров с гектара. Влажность приближается к Си Феномену. Дальше посмотрим, в чем особенность этого гибрида интересного. Си Фортага, также Саратовский область, Марковский район, на Орошении, 12,5 тонн. Гибрид, Си Импульс, Турковский район, интенсивный гибрид, смотрим, 10 тонн зачете, уборочная влажность, 21,4%. Соответственно, Ивора, гибрид, Саратовская область, Турковский район, 12 тонн зачете. Си Чаринтос, Волгоградская область, для этой зоны интересен, этот гибрид, 8 тонн, жесткие условия. Озон, вообще здесь мы с вами видим, что Озон поразил своей суперпродуктивностью на Орошении, Волгоградской области, 18 тонн в производстве, при влажности уборочной, 21,1%. Присмотритесь этим гибриду, великолепный гибрид. И, соответственно, наша звезда, это Си Нер Макс, Волгоградская область, Николаевский район, 10 тонн с гектара, практически уже готовый к стандартной влажности уборки, 16,6%. И на этом наши рекорды не заканчиваются в зерне. Я передаю слово нашему техническому эксперту по силосной кукурузе Вероники Курчатовой, она рассказывает про рекорды сезона по зеленой массе и силу. Спасибо, Константин. Коллеги, уважаемые, наша компания развивается в силосном направлении, достаточно интенсивно. Опыты закладываем. По результатам из Поволжья в этом году, вы их сейчас видите на экране, несмотря на такие очень жесткие, особенно в силосном контексте условия, что у нас не было достаточно влаги в момент самого интенсивного формирования урожая зеленой массы. Мы можем увидеть, что результаты по ряду точек были получены очень приближенные к нашему стандартному результату, потому что мы уже не первый год, и в том числе на территории Поволжья, данные гибриды испытываем. Особенно хочется обратить внимание на гибрид сиротанга в Республике Татарстан. Все свои заложенные генетические качества в этом году он проявил в полной мере, что позволило получить результат свыше 100 центеров в сухом веществе. Это в Республике Татарстан, где была объявлена чрезвычайная ситуация по отсутствию осадков в самый критический момент. Также хочется отметить результаты гибрида Сиен-Виктус в Ульяновской области, в Сурском районе. 160 центеров сухого вещества с гектара. Это превосходно даже в лучшие годы, не говоря уже о том, что мы имели в этом году. И для Республики Башкортостан была относительной новинкой увидеть у себя в полях гибрид Сиен-Ютописи Кордона мало увидеть, еще и получить очень достойные результаты на уровне 140 центнеров и 180 центнеров сухого вещества с гектар. Поэтому в регион Поволжье наши гибриды в ваших условиях могут дать вам превосходный результат и качественные, количественно отличные корма. Открытием также был в этом году Алтайский край для наших силосных гибридов. Да, сложились отличные условия. Можно сказать, что в основном повлияло только это. Но вы видите цифры сейчас на экране свыше 200 центнеров сухого вещества с гектара. Результат отличный. Они, я вам скажу, даже для лучших регионов центральных, которые выращивают силос очень-очень много лет и в очень интенсивных условиях. Поэтому для зоны Сибири наши гибриды также открыты. Их можно выращивать. Дает высокий урожай. Отличный результат. Естественно, это не все результаты, которые мы получили по региону. Их гораздо больше, и не только с 2023 года. Если вам интересно более подробно узнать о них, вы можете обратиться к нашим менеджерам и, соответственно, получить достаточно квалифицированную консультацию по поводу выращивания гибридов на силос. На этом у меня все. Сейчас мы перейдем к рассмотрению характеристик гибридов нашего портфеля. Константин, передаю слово. Вероника, спасибо огромное. Последуем дальше. Посмотрим на наших героев, на наши гибриды. С первым и самым ранним в нашем портфеле гибридом является гибрид C-талисман. Вот его внешний вид, початок, выровненный, выполненный. Кремнисты зубовидного типа зерна. Этот гибрид интенсивного типа. Также обратите внимание на белый стержень початка. Я дальше скажу. Тоже интересы и преимущества этого гибрида. C-талисман, у него FAU 180. В чем интерес этого гибрида? Мы с вами, как сельхозтоваропроизводители, стараемся увеличить эффективность гектара. Как раз этот гибрид позволит вам эту проблему решить. Каким образом? Это гибрид интенсивный. Для тех хозяйств, которые под спашку дают удобрения, рассчитывают нормы питания. Как раз этот гибрид будет оправдывать ваше вкладывание в потенциальный его урожай. Его можно возделывать, конечно, так же и по другим технологиям. Можно выращивать нарушения. Этот гибрид как раз подходит для тех хозяйств, которые нацелены на получение высокого урожая. Также этот гибрид двойного назначения, как Вероника уже сказала, его можно возделывать на территории Татарстана, Ульяновска, Самарской области, Алтайского края, Оренбургской области, на силос, получать в нем отличную зеленую массу для получения качественного силоса. По уровню урожайности мы с вами видим, что в этом году по результатам демо, по зонам здесь разделено. Давайте посмотрим, как читать этот слайд. Кто-то уже его видел, кто-то уже разберемся. С левой стороны от нас мы с вами видим, что отмечены уровни урожайности при стандартной влажности. Вот это отделение, метка. С правой стороны слайда мы видим уборочную влажность. Соответственно, столбиками ярко-зеленый столбик это уровень урожайности гибрид C-талисман. Коричневым столбиком это уровень урожайности стандартных гибридов. И, соответственно, зеленым треугольником мы видим среднюю влажность по опыту. И ромбик зеленый это влажность уборочная C-талисман. Соответственно, следуем дальше. Мы сами видим, что в условиях Оренбургской области гибрид C-талисман формирует урожайность в этом году от 4 до 7 тонн. Соответственно, по Самарской области от 4 до 9 тонн уровень урожайности и подтверждает свою интенсивность вот в этих условиях. Видим, что среднюю поводу превышает. Соответственно, в Саратовской области от 4,5 до 7,5 тонн уровень урожайности. Алтайский край от 5 до 11 тонн с гектара на этом гибриде мы получили. То есть, в принципе, потенциал здесь в этом году реализован. На нем можно получать еще больше, усовершенствовать технологию, работая на результат последующий. Мы этим вам тоже можем помочь. Соответственно, гибрид C-талисман – это интенсивный гибрид. Помещаем его только в те условия, где вы хотите реально получить высокий урожай. C-обиларда – это еще один гибрид нашего портфеля. Вот внешний вид початка на слайде представлен. Это гибрид криминского зубовидного типа. Соответственно, FAO у него 190. Это также гибрид интенсивного типа. Он вышел на поддержку, на такую, я так сказать, работа в двойке, да, к C-талисману. То есть, очень большой спрос на C-талисман. И мы посчитали нужным, что еще нужно добавить еще один гибрид, примерно подходящий или даже чуть-чуть превосходящий по характеристикам C-талисман. В чем здесь интерес? И C-обиларда – это также интенсивный гибрид. И мы иногда сталкиваемся с такими сложностями у нас в наших территориях, особенно северных территориях. Башкирия, Татарстан, Ульяновск, Самарская область, Алтай. Тем, что мы начинаем сеять рано. Это как раз гибрид, выдерживающий ранний посев. У него отличная холодостойкость. И также у него высокий потенциал урожайности. То есть, здесь комбинация такая. То есть, мы с вами сейчас это увидим на слайде с результатами ДЭМ. Мы видим, что в Оренбургской области уровень урожайности от 4 до 6 тонн получен. В репутатике Башкирия смотрим. Соответственно, этот треугольник областей Ульяновской республики, Татарстан, Самара – от 5 до 8 тонн. Здесь мы видим уровень урожайности Саратов – от 4,5 до 12,5 тонн. Здесь мы также обратим внимание на Алтайский край. Здесь вообще 13 тонн за счет. То есть, мы понимаем, что Абиларды действительно доказывают свою суперинтенсивность. Он как раз немножечко даже выше по уровню урожайности по Ситалисману. Но здесь, смотрите, в чем отличие. Ситалисман более такой стрессоустойчивый гибрид. С некоторыми такими качествами. А Абиларды, вот он такой, его можно разогнать, его можно усилить именно с помощью удобрений, с помощью технологий. И действительно он оправдает ваше вложение. Те два гибрида великолепно подходят как раз для интенсивных условий хозяйств, которые работают на высокий результат. Дальше у нас следующий гибрид. Это гибрид Сиро-Танго. Здесь же этот гибрид немножко с другим профилем. Я говорил о том, что да, мы... Каких условий? Я, конечно, соглашусь с тем, что не все хозяйства находятся в каких-то суперидеальных условиях. Иногда у нас бывают поля какие-то или с маленькой мощностью гумусового горизонта, или там камни какие-то, или невыровненные поля, смытые и так далее. Мы пересеваем, с весны заходим. Так вот, гибрид Сиро-Танго как раз эту проблему нивелирует. Каким образом? За счет своих качеств, какого-то вездеходных качеств, да. За счет мощной корневой системы, за счет атлетичного пыления. Здесь он работает в зоне, вот как раз для понимания, от 4 до 7 тонн. Да, это хорошее урожание для нашего региона и как раз для тех хозяйств, в которых есть сложности конкретно с полями. То есть для таких экстенсивных даже в условиях, промежуточных типов. А у него 200, это что касается по зерну. Но здесь же он так, не совсем скромняга. На самом деле гибрид Сиро-Танго очень крутой гибрид с точки зрения силоса. Дополнительный у него супер урожайность, это рекордсмен. В Республике Татарстан на нем была получена урожайность 90 тонн зеленой массы при уборке его на силос. За счет чего? За счет того, что хозяйство старается интенсивно и мощно заготавливать большое количество объема кормов. Так вот, Ротанго позволяет как раз за счет того, что он способен выдержать сгущение при вращивании на силосе, давать высокий урожай. Вот это его дополнительное преимущество. Соответственно, это такой пластичный универсальный гибрид с вездеходными качествами. Мы с вами видим, что в Волгоградской области даже этот гибрид себя отлично проявляет в жестких условиях, от 3 до 6 тонн дает. И вот в Оренбургской области, вот есть такое сравнение, знаете, Оренбургский платок и есть Оренбургский гибрид, да, Сиро-Танго. То есть от 3 до 5 тонн вот в таких вот жесточайших условиях Оренбурга, пожалуйста, этот гибрид подходит для вас. Нужно посмотреть, какая там будет густота, и этот гибрид, пожалуйста, сцепит, как говорится. Ульяновская область, Тарибусская республика Татарстан от 5 до 6 тонн, да, серьезно, это хорошие результаты. И Алтайский край, мы с вами видим, да, что вот в сложных условиях, там, засушенных условиях Алтайского края, юг, да, Алтайского края, выводим 5-7 тонн. Соответственно, вот в условиях лояльных, да, гибрид не скромничает и дает 10,5 тонн зерна. Поэтому Ротанго подходит для различных типов почв, технологий возделывания. Присмотритесь к ним обязательно, если вот у вас такие сложности возникают. Сителлиос. Гибрид Сителлиос, Favre 210, это кремнистый зубовидный тип зерна имеет. У него такой определенный початок, как мы его называем, может помните, бумер, не то, что машина бумер, а вот в 90-х годах были такой мультик, там, человек, который растягивался, да, и здесь та же самая история. Початок с неограниченным потенциалом. Но еще одна, здесь у него есть такая фишка, в том, что Сителлиос универсален. Каким образом? Мы очень часто попадаем в условия такой неопределенности, так как мы в зоне рискованного земледелия находимся, когда-то мы можем рано сеять, когда-то мы можем сеять в оптималку, в оптимальный срок села, когда-то в поздний срок села. Все зависит от условий, да, от приоритетов хозяйства. Так вот, если мы сеем гибрид Сителлиос в ранние сроки, он ведет себя как экстенсивный гибрид, он тяговитый, пластичный, да, адаптируется к этим условиям для раннего села. Но если мы хотим получить высокий уровень урожая и с отличной влагодачей, гибрид нам нужен, пожалуйста, Сителлиос, пример. Получали на нем 127 центнеров сухого зерна при ворочной влажности 17% на орошение в Самарской области. Пожалуйста, гибрид великолепен. Поэтому для поздних селов гибрид тоже подходит за счет того, что он активно развивается на ранних этапах, цветет рано, и у него отличная влагодача. Вот, пожалуйста, это его преимущество. То есть для тех хозяйств, которые сомневаются в выборе, что взять конкретные, бывает у них динамика, да, Сителлиос подходит для ваших условий. По уровню урожайности смотрим, как он специфичен, конкретно для каждых условий. Смотрим, Оренбургская область от 3,5 до 6 тонн. Волгоградская область от 6 до 9 тонн уровня урожайности. Соответственно, Самарская область от 3,5 до 9 тонн. Мы с вами видим, что гибрид дает уровень урожайности. Саратовская область, да, его непростые условия, Саратовская область очень пестрые. От 4 до 9 тонн мы с вами видим. И, соответственно, вот видите, в Алтайском крае 13,5 тонн гибрид. Дайте нам этот гибрид, говорят алтайцы. Соответственно, это все, что касается гибридов, которые я сказал. Следующее, у меня такой, наверное, вопрос. Вы помните, Павел рассказывал про портфель? И у нас есть бренды. Помните, да? Вот у нас есть бренд Ортезин. А может быть, кто-то напишет, вспомнит, какие еще бренды есть у нас в портфеле. Можете написать в чат, может быть, кому-то напомните, может, кому-то скажете. Я вернусь, пока буду рассказывать про бренд Ортезин. Что такое бренд Ортезин? Мы объединили гибриды с определенными свойствами. Какими свойствами? Это главное свойство этих гибридов. Они эффективно используют плагу. Как это понять? Вот у нас на слайде здесь представлены два варианта развития событий. Есть интенсивный гибрид, есть гибрид C, есть гибрид Ортезин бренда. В лояльных условиях, смотрим, там, где достаточно влаги, там, где все хорошо, эти гибриды находятся на уровне топов. Пожалуйста. Но как только эти же гибриды помещаются в условия жесткие, дефициты влаги, отсутствие засухи, гибриды бренда Ортезин имеют преимущество на 10-15% урожайности по сравнению со стандартными гибридами. Это серьезно. И такой гибрид у нас первый. Это C-феномен. Ну, самый, наверное, узнаваемый гибрид, самый любимый, самый продаваемый гибрид в России компании Сингента. Соответственно, в чем его преимущественная суть? Фау у него 220, это тип зерна у него зубовидный. Это интенсивный гибрид, пластичный. Но у него самая главная характеристика – это очень быстрая влагодача. Еще раз скажу, это гибрид, который является на данный момент лидером в России по влагодаче. Нет других гибридов, только феномен имеет такие возможности. Соответственно, плюс его отличная жаростойкость, засухоустойчивость. Поэтому на наших территориях феномен так любим всеми. По Оренбургской области от 3 до 5 тонн мы с вами видим урожайность. По Самарской области от 4 до 8,5 тонн мы с вами видим. Волгоград – 7 тонн. Соответственно, Калининский район мы с вами видим, да, 5 тонн. Мы сейчас уходим сюда, да, в жесткие условия. Урожайность та же. Все, супер. Держит он это, эти проблемы скрашивает. Мы получаем хорошую урожайность для этих условий. И нарушение, пожалуйста, потенциал 13 тонн. Ну, сказка. Соответственно, смотрим. Алтайский край – 5-6 тонн. Он в жесткие условия, да, пожалуйста, справился. Это что касалось бренда Hortesian. Следующий гибрид – это Seen Victus. Ироника об нем говорила. Вы у нас его можете увидеть, прочитать о нем. То, что он силосный. Этот гибрид – силосно-зерновой карнажный. Так можно по-простому объяснить. В чем это суть интереса этого гибрида? Да, у него отличный тегерей, но он высокий в прикреплении початка, имеет классное, мощное растение с початком. Да, но мы вспоминаем с вами, что главным критерием качественного силоса – это что? Крахмал. А в крахмал где содержатся початки? То есть, чем выше урожайность, тем лучше качество силоса. Это все взаимосвязано. И как это вообще работает? То есть, мы с вами понимаем, что это в основном гибрид для животноводческих хозяйств. Животноводческие хозяйства делают конвейер. Допустим, 3-4 гибрида Seen для того, чтобы всегда быть в зоне оптимальной уборки. Да, носилась кукуруза. И, допустим, можно ставить Invictus в конец кормозаготовки. Убрать, то есть забить всю яму, наполнить. И остающий объем можно будет убрать на зерно или на карнаж. Почему именно здесь так интересно? Вот буквально перед семинаром в Саренбургской области мне позвонили. Ребята говорят, Константин, слушай, вот по Invictus интересные результаты получили. Хозяйство радуется. Мы поделились радуясь, я здесь тоже с вами делюсь. То есть хозяйство для Оренбургской области убрали на силос 350 центнеров силосной массы. Да, зеленой массы. Заполнили яму. Что делать дальше? Дальше они убрали на зерно. И уровень урожайности зерна был 7,5 тонн. Для Оренбургской области. Ну это потрясающе. Влажность, уборочная влажность 21,1%. Поэтому желтноводы, как раз вот смотрите на этот гибрид, он для вас. По уровню урожайности смотрим, да. Республика Татарстан, Ульяновск, Саратовская область. Смотрим, разные зоны гибрид держит и превосходит конкурентов, сравниваемых с опытом. Пожалуйста, до 9 тонн уровень урожайности. Поэтому как раз гибрид такого двойного назначения, даже тройного. Сила, зерно, карнаж. Пожалуйста, работайте с ним, присмотритесь к нему, изучайте, покупайте. Соответственно, следующее. Си, амбадор, гибрид с остальным характером. Это новинка наша. Мы его изучаем, мы его даем, мы уже его в производстве видели. Гибрид потрясающий. И здесь смотрите, в чем интерес. Си, амбадор. Профа у него 240, но у него потенциал гибридов как ближе к 300. И супер влагодача. Мы помним на слайде с рекордами, да, там 22% была влажность у него. То есть классная влагодача, мощный потенциал, стабильный гибрид. То есть те хозяйства, которые сейчас активно стараются, допустим, ну или любят сеять фауа 50, но у них там проблема с влагодачей, нужно сушить. Зачем? Си, амбадор. Спокойно берем и высеваем его. Он такой же потенциал имеет, как и эти гибриды. Пожалуйста. И он еще сухой к уборке. Поэтому этот гибрид супер подходит как раз для этих хозяйств. По уровню урожайности смотрим стабильности. От 4 до 6 тонн, смотрите, Оренбургская область. Вот это Ульяновск, Самара, пожалуйста, от 4 до 8 тонн. Приморский край от 4 до 7 тонн, пожалуйста. Волгоград от 5 до 8 тонн, плюс еще Николаевский район на Рашене. Мы знаем, что такое Николаевский район. Это постоянные жесткие суховеи, это жареща, 50-52 градуса. Гибрид, пожалуйста, лучше, чем всего там конкуренты, его партнеры, да, по сравнению. Преимущество имеет. Смотрим, Саратовская область от 5 до 13 тонн на Рашене. Влажность 21. Великолепно. Чего еще нужно? Пожалуйста. Следующий гибрид это Сиф Артага. Это гибрид бренда Артезиан. Немножко останавливаюсь на этом, на его внешнем виде. Вот такой початок у него. Верхушка початка, видите, у него в большинстве случаев выполнены. Плюс вот такой вот характерный у него окраска. То есть вы можете в поле его спокойно узнать вот по таким вот характеристикам. В поле его, конечно же, можно узнать и радоваться по уровню урожайности его. Фауни у 250. И вот в нашей зоне, это Саратов, Волгоград, вот здесь юг, Самарская область. Может быть, именно Приморский край, да, здесь бывает, наверное, суперстресс, жара. Да, то есть суховее, именно запалы в жару. И вот в Артага именно жаростойкий гибрид. У него повышенная засухоустойчивость. Это его характерная черта. Он выносливый гибрид. Даже в условиях суперсильного стресса, это его супер преимущество. И, ну, с точки зрения практики, как с ним работать? Очень много сейчас хозяйств переключилось на орошение, да. Вы там переключились на орошение, может быть, сои, может быть, перешли еще, как бы только открыли орошение, да. И вы не знаете, какой гибрид взять, потому что иногда бывает такое, что мы, у нас много поливалок, много кругов, нам надо одновременно много поливать, да. И жара наступает. Вот, если вы не уверены в том, что вы сможете удовлетворить потребность в воде кукурузы, именно в этот момент, когда все цветет, берите Си-Фартага, и в этот момент он нивелируется этим гибридом. Потому что вот как раз недоливый, вот это самый опасный в этот момент, но за счет того, что Фартага вносливый гибрид, он вам позволит сформировать урожай на орошение, запустить нормальное орошение, вот первый год тяжелый, да, а потом найти что-то еще, может быть, дополнительное. Ну, что можно, дальше я вам подскажу, ну, порекомендуем. По Си-Фартага результаты от 6 до 8 тонн, пожалуйста, в Лагограде, спокойно, 10 тонн на орошение. Саратовская область от 4,5 до 9 тонн на Багаре, 11-13 тонн на орошение, пожалуйста. И, соответственно, Приморский край 6-8 тонн, влага, отдача практически уже все готово к уборке гибрид. Супер. Следующий гибрид симпульс, вот как раз по поводу симпульса, да, вот как только вы определитесь, допустим, с полевыми, поймете, можете вводить еще гибрид симпульс, в чем его суть, интерес. Во-первых, у него внешний вид очень отличный, отличается, он яркий, оранжевый такой, да, но у него, видите, высокая натура зерна, мощное, мощное у него зерно, очень много рядов, вот, его легко запомнить, легко найти в поле, фауне у 270, здесь вот это очень стабильный гибрид интенсивного типа. Здесь в чем его прелесть? Очень часто мы сталкиваемся, что-то, бывает такое, что именно микотоксины появляются. Вот у этого гибрида есть здоровый профиль, именно початка. Ни разу мы не встречали такие проблемы с этим гибридом. Смело говорим об этом вам. Еще плюсы, какие еще вспомнил, тут вот недавно собранил фермер, говорит, слушай, гибрид отличный, в чем даже плюс в том, что он классно сушится. Да, ну, мы сушим, но в нашей зоне сушилок, ну, без сушилок никак. Сушить надо, ну, здесь симпульс вообще без проблем сушится, что никаких сложностей с его сушкой не бывает. Казалось бы, да, но такой минус превращается в плюс. Соответственно, импульс результата демо от 6 до 10 тонн. Смотрите, нарушение, пожалуйста, Николаевский район. В жестких условиях, чувствуйте себя нормально. Саратского со 7 до 10 тонн на Богоре. Пиморский край. Следующий гибрид – это гибрид Эвора. Эвора – гибрид наоборот. Такой гибрид, как, ну, вот у нас есть багара, но у нас нет возможности орошать, нам нужно съесть кукурузу, да. Мы сталкиваемся с таким. Мы таких часто клиентов, фермеров встречаем, что нам с этим делать, да. Так вот, Эвора – это очень жиростой гибрид, очень выносливый гибрид. Вот, у него компактный початок, высокая натура зерна, и вот, смотрите, выполнен из початка. Верхушка полностью заполнена, просто я иногда встречаю даже в полях, вот так вот еще дополнительное зернышко прямо на самой макушечке здесь бывает. Вот тут прям даже Эвора вот сразу можно узнать. Но у него такой маленький компактный початок. Казалось бы, ну, где урожайность, где урожайность? Во-первых, натура. Во-вторых, смотрите, какая у него классная особенность. Это гибрид с фиксированным размером початка. О чем это говорит? Какое преимущество дает? Если мы с вами его загущаем, то урожайность будет расти, соответственно. У него не снижается вот этот вот размер початка, не снижается урожайность. То есть за счет загущения этот гибрид даст возможность. Это первое. Если мы идем именно в интенсив. Если мы работаем именно в суперстрессе, да, он всегда выполняет, всегда выполнен початок. Этот гибрид рано цветет. Это и вот его тоже определенная фишка. Соответственно, он уходит от жары, начинает рано наливаться, соответственно, здесь формирует урожай. Это зон, где очень сухо. Тоже этот гибрид подходит. Вот присмотреться к нему. Как раз бренд Ортезин, как раз здесь вот мы и с вами видим. По уровню урожайности Волгоградовская область 5-8 тонн, да, мы с вами видим. Саратовская область до 12 тонн уровня урожайности. То есть здесь в интенсиве тоже себя оправдывает. Но если мы идем в экстенсив или там сложные условия, пестрые, как я говорю, в Саратовской области неоднозначные. Мы с вами видим, что от 4 до 9,5 тонн получаем. Приморский край. Вот Приморский край вообще в этом году завалило, затушило там, смотрите, Ивора. Единственный, наверное, гибрид, который вот не задохнулся, не сломался. Урожайность от 4 до 7 тонн, пожалуйста, сформировал. Который момент гибрид как раз отлично подходит для стрессовых условий или там умеренно интенсивных условий. Вот, для тех хозяйств. Сичоринтос. Это гибрид бренда Ортезин. Фаунио 290. Початок мощный, огромный. Смотрите, какое количество рядов в нем. Тонкий стержень початка, говорит, там, влагоотдача отличная. Но для нашей зоны, я здесь вот как бы для себя определил, может быть, с вами поделюсь. Или вы со мной поделитесь именно мнением, да, по поводу гибриды. В чем его преимущество? Это гибрид. Да, он бренд Ортезин. Но здесь мы его также позиционируем для тех хозяйств, которые любят ближе к 300-350. Хотят высокий урожай, классную влагоотдачу, да. И плюс еще те хозяйства, которые сеют по монокультуре. Черинтос, у него толерантность к большинству патогенов стебля. То есть, вот не будет принимать стебель. Это очень хорошая характеристика для гибрида, во-первых, классный вариант, как его использовать и вам. Что это позволяет вам сделать, да. По монокультуре черинтос можно выращивать. И эти проблемы исчезнут, уйдут. Вот. То есть, мы его выращиваем на интенсиве. Он классный урожай дает, плюс классная влагоотдача, плюс он не болеет. Супер комбинация, да. По результатам демо смотрим. 5-7 тонн. Приморский край. Жесткие условия, кстати, в этом году, да. Волгоградской области от 5 до 8 тонн. И нарушений, пожалуйста, 11-13 тонн. Хорошо. Я считаю, это великолепные результаты. С классным уровнем влагоотдачи. Следующий гибрид это Сиазон. Вам уже он знаком. Как рекордсмен региона. 18 тонн в зачете. Это гибрид классный в чем? В том, что у него высокая адаптивность. Почтно-климатическим условием, технологиям выращивания. Можно наутил, можно мини-тил, можно классику, можно стриптил, можно нарушение, можно на левом. И в этом году он еще и себя и вот так показал. Суперпотенциал такой, знаете. Фауни у три сотни, соответственно. Это гибрид как раз для зоны, вот как раз Волгограда, юга Сарата. Вот эти вот тяжелые условия, да, здесь смотрим. Гибрид стабилен, гибрид внослив. Такой, знаете, хай люкс. Можно разогнать, можно ехать спокойно, комфортно себе, да. Как сказать. Поэтому те хозяйства, которые именно смотрят на высокий потенциал, или есть сложности с почвами, какие-то сложности на полях, то, пожалуйста, сиазон можно сеять, он адаптируется к ним. По результатам демо смотрим. Пять тонн у Сурейск. От шести до десяти тонн нарушение. Здесь Николаевский район дали. Это хозяйство, в принципе, нам всем знакомо. Я думаю, что они еще могут реализовать потенциал все озоны. Мы с вами видим, в Волгоградской области оказывается не предел. Я думаю, 18 тонн только начало именно такой победоносной шествии озона. Смотрим с вами Маркский район. 11-13 тонн. Все супер. То есть это такой среднеспелый гибрид с высокой адаптивностью ко всем почвенкоматическим условиям. И такой у него ход такой от 4 до 14, как правило, уже 18 тонн, я бы, да, скажу. Вот его зона работы. Озон. И следующий гибрид у нас здесь крайний. C-Innermax. Суперпластичный гибрид. Это как раз для тех хозяйств, у которых есть прям суперпластичные, стресс. Это суперпластичный гибрид. Те хозяйства, которые выращивают фау, там, за 350-320, но нужна классная влагодача и нужна суперстрессоустойчивость. Как раз это вот C-Innermax подходит вам. Бренд Ортезинфа у него 340. Он максимально адаптивен ко всем погодным условиям. Вот это его вот такая основная максимальность вот именно во всех подходах, да. И плюс у него очень быстрая влагодача. Пожалуйста. Подходит для тех технологий выращивания. Орошение, стриптил, наутил. Также его можно на силус. Кстати, его сделают на карнаж, на зерно. Ну, то есть гибрид такой супер, как бы не только пластичный, но еще суперуниверсальный, да, гибрид. Вот тоже те, кто, жемповоды, хотите рассмотреть вариант такого силуса 350-380, где-то так, да. Пожалуйста, C-Innermax. Отличная переваримость у него. Клетчатки, высокий крахмал. Есть с точки зрения вот именно заготовки, да, силеной массы. По уровню урожайности смотрим от 5 до 8 тонн. Соответственно, в Приморском крае. Почему там Innermax интересен? Потому что там вы сделаете только сою. А после сои, пока они уберут сою, потом только на кукурузу уходит. Соответственно, вот эта фау здесь оптимальна для этого момента. Да, там можно импульс сеять, да, там можно черинтос сеять, там можно амбадор сеять. Но Innermax вот здесь прям вот оптимально входит, да, вот встраиваться. Пожалуйста. И плюс его там вот эти вот стрессы заливает, все остальное. 5 тонн Волгоградской области и 10 тонн вот нарушения, пожалуйста. И мы с вами видим Маркский район, 1,5 тонн. На этом у меня все. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, можете связываться со мной, с менеджерами. На все ваши вопросы ответим. Передаю слово Павлу. Потрясающие результаты, конечно же. Мне на самом деле запомнился гибрид C-Talisman. Я думаю, для Павловжи это номер один гибрид, который будет в ближайшие годы показывать лучшие результаты. Итак, а теперь, чтобы немножко добавить интерактива, коллеги, уважаемые наши слушатели, у вас где-то на экране есть кнопочка с огонечком. Нажмите на нее те, кто хочет получить семена кукурузы за полцены. Посмотрим на вашу реакцию. Да, есть такие желающие, да? Отлично. Что ж, о чем сейчас пойдет речь? Чтобы поддержать вас, как сельхозпроизводителей, с не очень высокой рентабельностью кукурузы, Сингента, конечно же, идет навстречу, изобретает и создает различные сервисы и некоторые программы, которые вас могут поддержать в финансовом плане. И первой программой, которая в этом году для кукурузы уникальна, является программа Агриклайм. Возможно, некоторым из вас она знакома по средствам защиты растений. За последние пять лет уже множество аграриев получали выплаты по этой программе. И в этом году мы решили ее также внедрить и со стороны семян кукурузы. Что такое Агриклайм, для тех, кто в первый раз это слышит? Это защита ваших инвестиций от погодных рисков. Что мы вкладываем в это предложение? По сути своей, в благоприятных условиях, вы, покупая наши семена кукурузы, получаете отличную урожайность. При этом, если наступают неблагоприятные условия, то вы получаете хорошую урожайность на уровне лучших наших конкурентов и при этом еще и возможность получить кэшбэк до 50%. По-моему, такого на рынке еще не было за всю историю кукурузосеяния в России. Итак, поговорим чуть подробнее, что же это такое, как вообще устроена программа. В данном случае мы оцениваем некоторые риски, как то, жара и засуха. И чтобы определить эти риски, мы используем 20-летнюю погодную статистику, которая нам предоставлена провайдером метеоданных MeteoBlue. Вся территория России в данном случае разбита на квадраты 20 на 20 километров. И для каждого из этих квадратов будут свои условия программы. Под риском жара. Что мы понимаем, когда говорим в разрезе о греклайме? Жарой мы считаем каждый день с температурой выше 33 градусов Цельсия. Что это значит по факту? Допустим, известно, что на вашем поле среднем многолетнее значение количества дней с такой температурой выше 33 градусов Цельсия будет на 7. После прошлой сезона система зафиксировала, что за выбранный вами период, а их будет 3, таких дней было, например, 14. Итого, 7 дней – это превышение на многолетней нормы. Соответственно, за эти 7 дней вы получите кэшбэк от суммы, которую вы инвестировали в семена кукурузы. Все очень просто. Под фактом засухи. Мы что понимаем? Засухой мы считаем отклонение от среднемноголетнего значения суммы осадков на вашем поле. Соответственно, за каждый миллиметр недостачи той этой нормы вы также получаете процент кэшбэка от суммы, которую вы вложили в семена кукурузы. Максимально просто и прозрачно. И что самое главное, сейчас я обращаюсь к тем, у кого есть орошение. Для вас это будет просто золотая программа, потому что учитываем только погодные данные. Давайте немножко посмотрим на примеры. В 2021 году мы программу Агриклайм предлагали на семена подсолнечника. И тогда максимальный выплат оставлял 35%. Вот здесь перечень областей, которые участвовали в программе. Хозяйства, которые получили выплаты. И вот проценты, которые они получили. 26% по сути для хозяйств в узкой области, для некоторых хозяйств. Стоимость семян была на четверть ниже в итоге по прошествии сезона. А теперь представьте, что максимальная выплата была бы 50%. Вот такие выплаты они могли бы получить, если бы мы тогда уже применили условия с такой максимальной выплатой. Пришло время кукурузы, соответственно мы предлагаем сейчас такие условия на семена кукурузы. Вы, наверное, спросите, что же нужно сделать. Условия максимально простые. Для тех из вас, кто покупал наши семена кукурузы в прошлом году, необходимо увеличить свой кукуруз на 30% относительно прошлого года. Для тех из вас, кто не покупал семена кукурузы, сингенты в прошлом году, можно купить минимум 200 пассивных единиц и вы автоматически участвуете в этой программе. На слайде вы видите перечень гибридов, которые участвуют. И вот они три периода рисков, которые мы можем в этом году защитить. Соответственно, три простых шага. Покупаете семена кукурузы, выполняете условия программы. Второе. Регистрируетесь в системе, подгружаете накладные, соответственно подтверждаете факт покупки наших семян. Третье. Отслеживаете погоду. Все будет в очень простом личном кабинете. И я думаю, вы получите выплаты. В процентах, конечно же, будет зависеть. У всех он будет разный, само собой, потому что у нас разные условия, территории обширные. И я хочу сейчас сказать, что в этом году те из вас, кто покупал СЗР и участвовал в программе Агриклайм по различным препаратам, получили в большинстве случаев больше 5% выплат. Это уже факт свершившийся. А в этом году больше 250 хозяйств участвовало в программе Агриклайм по СЗР. Я думаю, это просто чудесная программа. Как раз в условиях, когда у нас рынок неопределенный, и что будет дальше, не совсем понятно. Но мы точно знаем, что у нас будут семена кукурузы, а у вас есть возможность участвовать в такой программе Агриклайм. И немножко мы поговорим о цифровой поддержке гибридов кукурузы. У нас есть некоторые пакетные предложения, и, конечно же, гибриды, как глобальная компания, предлагают передовые технологии как раз на благо ваше, чтобы повышать ваше благосостояние, помочь вам экономить где-то и, наоборот, где-то заработать еще больше. Система CropWise объединяет в себе различные сервисы. И ключами инструментами здесь являются три. Вы видите их на слайде. Первый из них – это CropWise Selector. Инструмент, который позволяет, во-первых, выкладывать гибриды под ваши конкретные поля. Второе – это распределить уже выбранные вам гибриды по полям, согласно их агрономического фона. На рынке не существует у других компаний. Это уникальная разработка Синеты. Второй инструмент – это CropWise Operations. Система, которая изучает мониторинг в течение сезона. И это система, которая позволит вам реально экономить на агрономических операциях. И третье – это агрономические сервисы. Здесь мы можем рекомендовать как обработки грибицидами, тактицидами. И даже можем подсказать, когда нужно убирать кукурузу. Об этом чуть подробнее о сите. CropWise Selector. На данный момент система обучает в себя базу данных. Более чем 45 тысяч опытных участков. Это глобальная система, которая как раз учитывает условия, которые складываются на ваших полях. И может подсказать, какой гибрид вам необходим. Давайте взглянем, как это выглядит на вашей стороне. Нанджер Сингент вместе с вами выбирает ваши поля. Или просто указывает точку на карте. Указывает диапазон урожайности, на которую вы целитесь. Мы также определяем диапазон, в котором вы хотите работать. И получаем результат. Вот он, разжиживание гибридов по их производительности конкретных кушлых. Это значит, что в данной точке Эвора, Амбадор и Чуринтас дают максимальную урожайность. Относительно всех других гибридов. Это наиболее подходящий гибрид. Следующий этап. Допустим, мы выбрали ваши поля, которые вы выбрали для размещения гиброкукурузы. И эти три гибрида, например, могут быть размещены по этим полям относительно потенциала каждого гибрида. и потенциала каждого вашего поля. Следующий этап этой программы, и сейчас мы ведем активную разработку этого функционала, рекомендатор густоты сева. Также уникальная вещь, которая в ближайшие год-два-три заработает в полную силу. И вы сможете понять, какая же на самом деле густота будет давать вам максимальную урожайность. Вернемся дальше. Крупа сэкраншизм, как я уже говорил, это глобальная система, которая может вам помочь. Во-первых, конечно же, подключить телематику, выписывать задания и учитывать все операции, которые у вас происходят. Это в большинстве случаев помогает экономить деньги. На сегодняшний день 26 миллионов гектаров, даже уже больше, покрыты системой crop-wise. представьте себе, 26 миллионов гектаров. Это невероятная цифра. И как раз такой объем данных позволяет вам совершенствовать ее все быстрее и быстрее. целого вебинара не хватит, чтобы просто перечислять, какой есть функционал у этой системы. Поэтому просто помните, что у Сингента есть передовой инструмент, который поможет вам экономить деньги. И еще одно предложение, которое вот уже несколько лет откатывается в разных хозяйствах, это сервис про сборки кукурузы. В этом году уже несколько хозяйств использует сервис достаточно успешно. Как он работает? Вы выбираете поле, указываете дату посевов и указываете гибрид, который там посеян. Конечно, гибрид Сингента. И система вам за 7 дней до наполнения оптимальной фазы уборки кукурузы заносилась. Рекомендует те или иные пляж в порядке их очередной степени уборки. Это намного более точный инструмент, чем объезжать все поля и смотреть, созрела ли кукуруза, какая у нее фаза, и там отправлять на анализ. Конечно, это позволит вам быстрее принимать решения. Следующий этап развития этого сервиса это прогноз уборки кукурузы на зерно. И там мы будем давать рекомендации по уборке с влажностью 32%, 24% и 18%. Вот в эти три периода будут приходить уведомления. Сейчас это в пилотном режиме тестируется. В ближайший год-два этот сервис также заработает в полный сет. И я думаю, на этом мы остановимся. И смотрите, чтобы получить рейс на зубборке, вам нужно купить всего лишь 100 пассивниц кукурузы и сервис ваш. Все очень просто. Конечно же, не надо становиться на 100 пассивных. Спасибо за внимание и я передаю слово Ивану. Рассказать вам результаты, показать совместно с командой, с Коношкалиевым Александром, с Кайратом Ажигалиевым. И, конечно же, хотел начать с рынка, потому что один из моментов, сегодня говорил Павел, то есть о Кукурузии, команда говорила о Кукурузии. Это одна из культур, из топ-5, которые вы в разных, получается, оценках, где-то это аналитика приводилась аналитическими какими-то компаниями, где-то это опросы блогеров и так далее. То есть разные источники. И в разных регионах хозяйства, наши партнеры ответили по-разному. Но все равно этот пул гибридов, он не гибридов, а пул, получается, культуры, он не изменен. То есть многие хозяйства ответили, что в следующем сезоне из-за более высоких маржинальностей по сравнению с другими культурами будет приоритет. Во влажных условиях это кукуруза, это подсолнечник, это соя. Понятно, что в засушливых территориях по Волжье, где выпадает 150-200 мм осадков, конечно же, хозяйство будет еще рассматривать такие культуры более засухоустойчивые, как нут, чечевица, лен. Но тем не менее, вот эти гибриды, культуры, которые мы сегодня вам рассказываем и какая ситуация сейчас происходит, они входят в пул культур, которые вы делаете ставку. Потому что, да, я согласен, о чем и говорил Кирилл, снижается рентабельность всего сельхозпроизводства, но при этом тот же подсолнечник имеет еще запас прочности по отношению среди других культур. И если посмотреть на площади и, получается, посмотреть на территорию Российской Федерации, вот в этом таком квадрате, в таком графике, показано, продемонстрировано распределение площадей в зависимости. То есть мы видим с вами, что территория Поволжья, Сибири, Урала, это больше, чем половина всего подсолнечника, который возделывается на территории Российской Федерации. И лидерами, конечно же, являются Саратовская, Оренбургская, Волгоградская, Самарская, Алтайский край, то есть территория, где площади в каждой из территорий больше, чем площадь в той же Венгрии, то есть свыше 700 тысяч гектар. То есть в Венгрии там колеблется 650-720 тысяч. И что важно, наверное, отметить на рынке сезон 2023 года, вот в правом углу графика вы увидите распределение технологий и производственных систем в территориях. И суммарно мы видим, что, конечно же, 2023 год некорректно сравнивать и делать тренд, тенденцию, основываясь на предыдущих годах, потому что предыдущие года производственные системы, технологии сульфа, они росли, потому что было доступно достаточное количество семян на рынке. Сейчас же мы видим, что в связи с ограниченным количеством семян на рынке, мы видим, что темпы снижения классического сегмента, они, например, немножко припали, потому что доступность семян классического сегмента, она немного выше. Я не буду там перечислять преимущества каждой из производственной системы и технологий, об этом там ребята немножко коснутся. Но один из моментов, почему рынок подсолнечника развивается именно в сегменте гибрида, устойчив к каким-то действующим веществу, является то, что посев, обработка гербицидом, уборка в большинстве территорий так проходит. А это человеческие ресурсы. А при каждом контакте, когда мы с вами встречаемся, одна из важнейших болей, которые есть, это как удержать людей, как удержать их в селе, да, то есть, соответственно, чтобы ребята и девушки работали на земле. И сейчас уже Министерство сельского хозяйства оценивает, что на земле не хватает более 200 тысяч сотрудников, потому что на разных уровнях, начиная от механизаторов, заканчивая руководителями предприятий, агрономами, инженерами и так далее. Поэтому спрос на производственные системы Клеофилд, Клеофилд Плюс, сульфотехнологию на данные гибриды, он будет очень высок. Наряду с теми, получается, преимуществами, которые каждая из этих производственных систем или технологий имеет. И, конечно же, важным моментом будет это рассказать вам, какие гибриды будут вообще потенциально доступны для сезона 2024 года. То есть, это те гибриды, которые компания вырастила сейчас, уже часть запакована, часть пакуется. И после получения, как говорил Кирилл, после получения квоты данные семена будут, в зависимости от получения квоты, будут поступать. И я хотел бы начать с графика. График включает разные гибриды разных производственных систем и технологий. Начать с правого угла. То есть, это наиболее динамично развивающаяся, наверное, самая большая технология. Это технология Сульфа. Здесь, вы видите, будут представлены пять гибридов в линолевом сегменте. Это гибриды Суоми, Суматра, Сузука, Суберик, Сумика. А также высоколиновый сегмент – это гибрид Суванга. То есть, это Сульфа с высоким содержанием линовой кислоты. То есть, портфель очень широк. И он включает гибриды различных групп спелости, отношения по интенсивности. То есть, это для того, чтобы диверсифицировать свое производство, а не делать ставку на один гибрид. Далее, гибриды для производственной системы Клеофилд Плюс. Это гибриды с большим упором. Это гибриды Розетта и Бокарди. И чуть с меньшим упором – это гибрид Дункан в 2024 году. В Клеофилд-сегменте, наряду с гибридом, давно уже полюбившимся и ставшим уже таким опорой надежной в хозяйствах, появляется гибрид C-Avenger. Мы его уже в течение трех лет фактически, начиная с демонстрационных опытов, производственных участков. То есть, уже большая часть из вас его видели. И, в принципе, на данные гибриды будет сделан упор производственной системы Клеофилд. В классическом сегменте основные упоры будут на гибриде для более жестких условий, где есть заразиха, где есть высокие температуры и более такое экстенсивное производство. Это гибрид Левис для интенсивных зон, без, получается, каких-то ограничений по расовому составу заразихи. Это гибриды Теос. И небольшое количество семян будет гибридов таких, как Купава и Ласкала, которые полюбились многими хозяйствами и тоже являются палочкой-выручалочкой. Это то, что касательно портфеля, то, что касательно ситуации на рынке. Я не буду долго здесь затягивать. И хочу передать слово Кональшка Ливу Александру. Саш, прошу тебя, поделись. А как разные гибриды из разных производственных систем и технологий, как они вообще себя продемонстрировали в регионе Поволжье, Сибирь, и чем вообще был знаменит этот сезон? Да, спасибо, Иван. Всем добрый день. Переходим к следующему слайду. И вот обратите внимание, в сезоне 2023 на территории Поволжья и Сибири было заложено 103 ОПТ в различных территориях. В Волгоградской области, Саратской области, в Ульяновске, в Самарской области, в Республике Татарстан, Башкортостан, Оренбургской области и Алтайском крае. Всего 103 опыта. Перейдем к следующему слайду. К рекордам в сезоне 2023. Гибрид Sea Avenger сформировал урожайность 37,2 центнерных гектаров в Волгоградской области Жирновского района. А в Алтайском крае он сформировал 29,8 центнеров в Аллеевском районе цитинеров на гектар. НК Неома мы получили урожайность 33 центнера на гектар в Самарской области, в Волгоградском районе. Сиросета сформировала урожайность 36,3 центнера на гектар в Алтайском районе, в Саратской области. Сибокарди по технологии Калиофил плюс мы получили 302 центнера на гектар в Самарской области, в Богатском районе. Сумико на гибриде Сумико мы получили урожайность 35 центнера на гектар в Самарской области, в Волгоградском районе. Си Теус сформировал урожайность 34,2 центнера в Самарской области, больше в Глушицком районе. Си Левисы мы получили урожайность 33,7 центнера на гектар в Алтайском районе, в Саратской области. Суоми гибрид сформировал урожайность 34,5 центнера в Муссюмском районе, в Республике Татарстан. На Суматре мы получили урожайность 33,8 центнера в Волгоградской области, в Жирновском районе. На гибриде Суберико мы получили урожайность 28 центнера в Новоаннинском районе, в Волгоградской области. И гибрид Сузука сформировал урожайность 44,4 центнера на гектар в Республике Татарстан на Пасовском районе, что показывает отличные результаты этого сезона. И перейдем к следующему слайду, то есть технологии Сульфа. И первый гибрид у нас это гибрид Суоми, это раннеспелый гибрид. Он обладает широким ареалом адаптации, что позволяет его возделывать в различных климатических условиях. Он пластичен к срокам сева за счет ранней группы спелости. И вот обратите внимание на содержание масла до 55%, что позволяет вам получить дополнительную прибыль от масла. И перейдем к графику урожайности. Как читать этот график? По оси Y это у нас урожайность. По оси X это у нас территории. Сам Самара, Алтайский край, то есть Рубсовский район, Алтайский край. РБ Республика Башкортостан, Ульяновская область ООО. ОР это Оренбургская область, САР, Саратов. И РТ Республика Татарстан. РБ Башкортостан. А, и еще у нас зеленым обозначена урожайность гибрида, а коричневым это средняя по опыту. Вот обратите внимание на данный слайд. Гибрид СООМИ сформировал урожайность 17,8 до 34,5 центнеров с гектар. И вот обратите внимание в различных климатических условиях по Волжье и Сибири. И в каждом опыте гибрид превышал средние показатели по опыту. Или был на уровне. Перейдем к следующему слайду. К следующему гибриду. И гибрид на следующий. Это СУМАТРА. СУМАТРА это ранее спелый гибрид. Он пластичен к срокам сева. За счет своей группы спелости мы можем его высевать при ранней сроке посева. Или применять его при пересеве озимых культур. Результат урожайности 23 сезона у нас показали его, что урожайность его была от 19,4 до 34 центнеров с гектар в различных территориях по Волжье и Сибири. И практически во всех опытах данный гибрид превышал средние показатели по опыту. Или был на уровне. И вот обратите внимание, гибрид СУМАТРА примерно у гибрида была средняя урожайность по всей территории по Волжье и Сибири 22-25 центнеров с гектар по всей территории. Что говорит о надежности данного гибрида. Перейдем к следующему гибриду. Это у нас СУЗУКО. СУЗУКО это средний ранний гибрид. Обладает максимальной устойчивостью к засушливым условиям. Включая высокие температуры, устойчивостью к заразихе и коротким циклам вегетации. Что особенно у нас, ну как говорится, важно при неполоприятных условиях осени. Перейдем к следующему слайду. Гибрид у нас СУЗУКО сформировал урожайность в сезоне 20-23 от 18,5 до 34 центнеров с гектар. И практически во всех опытах данный гибрид превышал средние показатели по опыту. Вот обратите внимание, в Красноармейском районе он превысил урожайность средней по опыту на тонну практически. На тонну. Средняя примерно урожайность данного гибрида по всей территории по Волжье и Сибири у нас 23-25 центнеров с гектаров. Что говорит о высоком потенциале данного гибрида и, как говорится, и в широком ареале адаптации. Следующий гибрид, это у нас гибрид СУМИКО. СУМИКО обладает высокой стабильностью, что позволит вам получать гарантированно отличный урожай. И вот обратите внимание на масличность. У него до 55%, что также позволит вам получать дополнительную прибыль за счет масла. В сезоне 2023 урожайность его составила в различных территориях от 21 до 35 центнеров с гектаров. И также обратите внимание, практически на каждой локации данный гибрид превышал средние показатели урожайности. Ну или был на уровне. Вот обратите внимание, гибрид СУМИКО, у него примерно средняя урожайность по Поволжью была примерно 26 центнеров с гектаров. Что говорит о высоком потенциале и стабильности данного гибрида. То есть о высоком потенциале и стабильности. Следующий гибрид это у нас гибрид СУБЕРЕК. Гибрид среднеспелый, обладает стабильностью в экстремальных условиях, что позволит получать гарантированно отличный урожай в экстремальных условиях. Еще раз повторюсь, у данного гибрида высокая устойчивость к заразике, что позволит вам высевать гибрид на полях, где имеются агрессивные расы заразихи. И перейдем к слайду с результатом урожайности. И вот обратите внимание, в сезоне 2023 данный гибрид сформировал урожайность от 19 до 32 центнеров с гектаров. И где во всех опытех данный гибрид превышал средние показатели или был на уровне средних показателей по опыту. Если мы посмотрим на среднюю урожайность гибрида СУБЕРЕК, то у нас она была 25 центнеров на гектар. Средняя урожайность по Поволжье. Что говорит о стабильности и высоком потенциале данного гибрида. И перейдем к гибриду СУВАНГА. СУВАНГА – это среднеспелый гибрид. Это высокоолеиновый гибрид с содержанием олеиновой кислоты до 94%, что позволит вам получать дополнительную прибыль за счет олеинового контента. Обладает гибрид высокой стабильностью, что позволит вам получать гарантированно высокий урожай. Что подтверждается данным графиком. Обратите внимание, в сезоне 2023 данный гибрид у нас сформировал урожайность от 18 до 35 центнеров на гектар. И практически во всех опытов он превышал средний показатель или был на уровне. Если мы обратим внимание, то средняя урожайность данного гибрида была 2,6-28 центнеров на гектар. Средняя урожайность по Поволжье. Что говорит о высоком потенциале данного гибрида. И передаю слово коллеге. Коллеги, добрый день. Спасибо, Александр. И в дальнейшем мы продолжим рассказывать про результаты урожайности по производственной системе Clearfield. Сегодня в нашем портфеле представлен такой гибрид, как Sea Avenger. Основные его качества это ранее спелая группа. Также Sea Avenger, как и гибрид Suomi, обладает широким ареалом адаптации по всей территории региона Поволжья. И демонстрирует отличные результаты урожайности на уровне среднеспелых гибридов. Sea Avenger демонстрирует урожайность от 19 центнеров до 37 центнеров с гектар в сезоне 2023 года. Как вы видите, гибрид имеет очень широкий спектр возделанных, так как в Оренбургской области, в Ульяновской области, на более экстенсивных участках. И также демонстрирует отличные показатели в территориях с более интенсивными почвами. И если посмотреть, практически в 100% опытах гибрид Sea Avenger демонстрирует урожайность выше средней по опыту. Это опять-таки же подтверждает, что гибрид Sea Avenger имеет высокий потенциал на уровне среднеспелых гибридов. Переходим к следующему гибриду. Гибрид NK Neoma. Это высокостабильный гибрид, высокоурожайный гибрид. Всем давно известным на рынке уже многие его пробовали возделывать. И кто с ним связал свои поля, никто на сегодняшний день, как говорится, не остался без хороших впечатлений. На сегодняшний день результаты урожайности NK Neoma демонстрируют от 24 до 33 центнеров в гектаре. И если присмотреться по результатам урожайности по сравнению с средней по опытам, NK Neoma превышает урожайность среднюю по опыту. И опять-таки же, NK Neoma подчеркивает свой потенциал урожайности. И перейдем к следующей производственной системе. Это производственная система Clearfield Plus. И начнем мы с гибрида Syro ZKLP. Основные его качества – это ярко выраженность жаро- и засухоустойчивость. Также стоит отметить его широкий ареал адаптации в регионе по Волжьям. И результаты урожайности в текущем сезоне демонстрируют от 20 центнеров до 36 центнеров с гектар. И если посмотреться по урожайности, средняя по опыту практически во всех опыту превышает среднюю по урожайности. Также хочу отметить высокое производство масла у данного гибрида. Отлично подходит для возделания в более экстремальных условиях. Это отлично адаптировано к более экстенсивным зонам. Также хорошо показывает себя в экстремальной засухе. Переходим к следующему гибриду – это гибрид Sybacardi KLP. Отличный гибрид, давно зарекомендовавший себя на рынке. С отличным потенциалом урожайности. Также у данного гибрида отличная масличность. И также хорошо распространенный ареал адаптации у Sybacardi. В текущем сезоне Sybacardi демонстрирует нам урожайность от 19 центнеров до 32 центнеров с гектар. Если посмотреть по сравнению средней по опыту, практически во всех территориях урожайность Sybacardi превышает урожайность средней по опыту. Это и доказывает он тем, что он высокоинтенсивный, высокопотенциальный гибрид. Переходим к следующей технологии, к классической технологии, как уже Иван нам сегодня рассказывал. То, что у нас на сегодняшний день в основном в портфеле представлены два гибрида, таких как C-Lavis и C-Teos. C-Lavis – уникальный гибрид в своей технологии. Отличается высоким потенциалом масла, засухоустойчивостью, также отлично работает в более экстенсивных территориях, отлично реагирует и на положительные агрофонды. В текущем сезоне показывает результат урожайности от 22 центнеров до 33 центнеров с гектар. И также сравниваем по средней по урожайности, как вы видите, урожайность гибрида C-Lavis превышает все показатели, где-то на уровне. Соответственно, это говорит нам о том, что гибрид доказывает свой высокий потенциал урожая даже в экстремальных условиях, также и в более интенсивных условиях. Переходим к следующему гибриду, и это крайний гибрид в сегодняшнем портфеле – это гибрид C-Teos. Обладает очень хорошей устойчивость к основным расам заразихи от A до G+. Также данный гибрид очень хорошо отзывается на хороший бонетет почвы. Перейдем к результатам урожайности в текущем сезоне. C-Teos демонстрирует урожайность от 21 центнера до 40 центнеров с гектар. Как вы видите, также имеет хороший ареал адаптации. Оренбургские области демонстрируют хорошие показатели по урожайности. Так и в Саратовской и Самарской области. Если сравнить его со средними данными по опыту, практически в 100% опытов C-Teos демонстрирует превышение по урожайности. Это говорит о том, что гибрид C-Teos доказывает свою высокую урожайность и высокую продуктивность. Коллеги, на этом презентация по текущему сезону 2023 по урожайности гибридам закончилась. Спасибо за внимание. Если остались какие-то вопросы, прошу вас, задавайте. Коллеги, я рад, спасибо тебе большое. Отличные результаты, вы просто умнички, подготовились. Сезон был тяжелый, но тем не менее, все, что могли, вы рассказали, показали. Спасибо, Иван, коллеги, за то, что предоставлялись свои площадки для проведения наших демонстрационных опытов. За то, что делились с нами вашими чаяниями, вашими надеждами, вашими хотелками. Мы все это учитываем, смотрим. И пытаемся совместно с вами получить очень хорошие результаты. Пытаемся, чтобы вы были довольны нашими продуктами. И, кажется, нам это удается. На сегодня программа нашего вебинара. Большое спасибо, что вы слушали. Это, я понимаю, было не так просто, потому что очень контрастный регион. Есть разные проблемы, которые более животрепещут в различных регионах. Например, в Приморском крае воды много, соответственно, в Оренбурге воды мало. Вот такая наша страна большая. И огромное спасибо вам, земледельцам, за то, что пытаетесь получить урожай, пытаетесь накормить нас, россиян. Мы вам всегда будем в этом помогать. Большое спасибо за вопросы. Очень активные участники были. Спасибо Евгений, Сергей, Елена, Рустам. Очень живо проходила дискуссия. Результаты нашего вебинара вам вышлют на почту. Также вы можете увидеть это выступление в YouTube. Результаты, соответственно, я думаю, изучите более подробно, потому что мы пытались уложиться во время. И, возможно, некоторые вопросы требовали бы большего внимания, но вы их рассмотрите. Рассмотрите презентацию, рассмотрите графики. Также предстоит еще одно очень важное событие в жизни нашей страны, ставшая еще уже традиционной выставкой Юг Агро, которая будет проходить в Краснодаре. Если у вас будет возможность, мы там выставляемся, мы там будем присутствовать. Там будут присутствовать наши специалисты, наше руководство. И вы сможете в более, так сказать, теплой атмосфере задать им вопрос, узнать интересующие у вас проблемы. Как мы можем вам помочь. Ну и в идеале было бы, если бы мы договорились, и проблемы ваши решали вместе. Вместе на ваших полях. Если есть какие-нибудь идеи, как улучшить наше взаимоотношение, как мы можем помочь улучшить ваши показатели по урожайности, по агротехнике. Мы проводим очень много экспериментов, мы пытаемся адаптировать наш продукт под конкретные условия. Пожалуйста, говорите нашим менеджерам, мы всегда открыты для такого общения. Поверьте, мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы был ваш успех для вас значим. То есть, ваш успех, это также и наш успех. На этой ноте мы прощаемся с вами до следующего вебинара, который точно будет, как минимум, в следующем году, где мы будем рассматривать результаты, которые будут получены в 2024 году. Еще раз спасибо за внимание, спасибо лекторам. До свидания. Продолжение следует...